почему желание не сбывается о деньгах потому что это должно быть не желание а намерение желание но опять же вот смотрите у каждого свой словарь желание да вот хочу желаю мечтаю и так далее это одна категория опять же для меня подразумевается что если я что-то хочу я сразу начинают делать что-то в этом направлении сразу хотя бы что-то небольшое я сразу начинаю делать что-то в этом направлении то есть у меня тесно связано хочу и делаю у меня нет пустых хочу ну как бы вообще зачем что-то хотите ничего не делать в этом направлении если я что-то хочу значит я сразу начинаю что-то делать и у меня это идет в завязке с тем, что это нормально, что я себя буду преодолевать, ломать через колено и тащить себя за шкирку. Все. То есть у меня даже нет никаких внутренних диалогов по этому поводу. То есть это само собой разумеется. Ты хочешь больше, ну как бы все. Ну все. Да? Работай, и все у тебя получится. Работай в первую очередь над своими состояниями. Тебе будет сложно, некомфортно. Ты будешь себя таскать из одной зоны дискомфорта в другую. И это нормально. Да? Это нормально. Все. Больше ничего с этим не поделаешь. И к моему удивлению, где-то несколько месяцев назад я поняла, что у части людей хочу отдельно, а там намереваюсь что-то сделать в эту сторону, это вообще отдельно. то есть много людей они просто хотят, ну как бы да, я хочу и я прекрасно понимаю, что я ничего не сделаю в этом направлении, даже не буду делать, даже не буду пытаться. Почему? Ну потому что это бесполезно. Потому что Путин виноват. Или потому что в нашей стране все сложно. Да? Все. Поэтому. Я хочу, а делаю отдельно. Поэтому нужно внимательно просканировать свой словарь. У меня хочу означает сразу действие. Все. Хотеть просто так, как бы даже вопросу не стоит. Хочу, желание. Да? Что такое желание? Что оно подразумевает? Разделите его. Если в желании не подразумевается наличие действий, наличие того, чтобы брать себя и выводить за ухо, то вот поэтому и не сбывается. Поэтому и не сбывается. Все. Это первый момент. То есть сама формулировка не подразумевает того, чтобы оно сбылось. Второй момент. Это протесты. Может быть в вашей карте желания вообще не сбываются, редко у кого сбываются и так далее. Значит, нужно поменять слово. Что вы думаете о желаниях? Желание это что? Это то, что исполняется регулярно, никогда не исполняется. Исполняется у других людей, у всех кроме меня исполняется, да? А у меня никогда не исполняется, к примеру. Значит, нужно слово желание менять на какое-то другое слово. Обязательно менять на какое-то другое слово. Следующий момент. Деньги это внешний мир вокруг нас. Это показатель нашего внутреннего мира. наличие больших денег, да? Не будем говорить больших, потому что это такое размытое понятие, да? Больших, чем у вас есть сегодня. Подразумевает наличие большей энергии. Откуда берется энергия? Энергия, это, конечно, наша биология, здоровье, но, к примеру, здоровье может быть одним и тем же, если нет никаких проблем, вы нормально спите, нормально себя кормите и так далее. Значит, вот отсюда, да? Очень хорошую энергию дает гнев. Гнев. Гнев как инструмент достижения цели. Когда вы гневаетесь на себя, да что ж такое, давай уже что-то поменяй. И начинайте делать, преодолевать, да? Что помогает преодолевать саму себя в первую очередь? Что помогает? Эмоция радости, но ее ненадолго хватает. Как правило, эмоция гнева помогает преодолевать и держаться в этом преодолении. Когда мы пытаемся кому-то доказать что-то, это прекрасно. Когда мы страшимся нищеты, это прекрасно. Когда мы страшимся еще чего-то, да? И это прекрасно, если мы заставляем себя действовать. пугаем себя и заставляем себя действовать. Эти страхи не надо прорабатывать, потому что они вызывают гнев, да? И ты вот в такой страхе и в гневе бежишь далеко. Энергия, энергия начинает бурлить. получите в подарок мой трехдневный курс по улучшению жизни начните получать больше. Для этого нажмите на ссылку в правом верхнем углу, перейдите на сайт и оставьте свою почту для получения видео уроков. Следующий момент. Вот это вот преодоление себя, если мы его так раскатаем и рассмотрим внимательно, что же туда входит? Можно повышать расходы. Когда вы выбираете одну из сфер жизни и говорите, у меня вот три копейки, да, три копейки всего, я не могу сейчас там что-то, я может быть вообще одно могу повышать, да, какой-то один уровень. Но это уровень еды, к примеру. Вы говорите, вот я буду стараться покупать такие продукты более чистые, более свежие и так далее. Меньше какой-то заморозки, меньше консерв, меньше, еще чего-то. Буду питать себя правильно. Вот это мой уровень, я его чуть-чуть поднимаю, я больше не опускаюсь. Я привыкаю к этой норме и я говорю себе, вот это моя норма, вот это моя норма. И дальше я хочу еще больше. То есть, чтобы вообще был какой-то момент движения, хотя бы небольшого в жизни, момент движения вперед, и вы говорите себе, все, не шагу назад. Вы привыкаете к этому, говорите, что это ваша норма, ваши аппетиты растут. И человек такое существо, что он очень много может. Каждая из вас, и я в том числе, могу намного больше, чем делаю сейчас. Потому что у меня есть свои страхи, свой саботаж и так далее. я знаю, я знаю, что я двигаться, двигаюсь не настолько быстро, насколько я могла бы двигаться. Все. Как бы не так плохо, но можно и лучше. Не так плохо, но можно и лучше. Вот в таком положении я нахожусь. Так вот, каждая из нас может намного больше, чем мы делаем сегодня. Так вот, что помогает? Да? Помогает разозлиться на себя, помогает повысить свою норму и когда ты просто смотришь и говоришь, я не могу как раньше, я просто не хочу как раньше, я почувствовала, что такое хорошая жизнь, я не могу как раньше. Все. Это для меня просто недопустимо. И мы начинаем что делать? Наседать на себя, наседать на свои мозги. Мы говорим, мозг, найди, я с тебя собака не слезу, делай, что хочешь, другую работу, другой город, другую страну, выйти замуж за миллионера. Мне пофигу. Все варианты рассматриваю. К примеру, вы говорите, я настолько хочу, я так сильно хочу, или это мое такое огромное желание, или это намерение, я буду делать все в этом направлении. Несмотря на страх, саботаж, некомфортно, коленки трясутся, а мы все равно делаем. И мы должны как-то жизни показывать наше намерение. Чем показывать? Действиями. Желание это хорошо, но они ничто, бездействие, ничто. То есть ментал это прекрасно, без него жизнь меняется медленно и трудно, но физику никто не отменял. То есть можно очень долго сидеть и что-то там рисовать, превратиться в тренингнутую окончательно, но если мы элементарно не можем себя заставить выйти и что-то сделать, что-то, что мы никогда не делали, все это пустое, все это просто пустышка, пустой звук, да, мы должны менять, да, там, три копейки, мы не можем что-то, вот, какие-то сильные изменения, кроме мысленных, но мы должны на уровне маленьких действий, маленькие действия у нас должны быть, на уровне маленьких ежедневных действий, все-таки показывать жизни и самим себе, мы же себя приучаем к этому, что моя жизнь меняется, я, как и раньше, не хочу, я просто не хочу, как раньше, я не могу, все, для меня это, да, стоп, не хочу, не хочу, большая часть людей, что, я вроде бы хочу, но заставлять я себя особо тоже не хочу, выходить из зоны комфорта тоже не хочу, но и как бы, в принципе, оказывается, что я не так уж это хочу, зона комфорта, привычная мне жизнь, она перевешивает, я боюсь своих страхов, я боюсь бояться, я боюсь повышать расходы, я боюсь еще что-то делать, да, не обязательно повышать расходы, можно просто сконцентрироваться на цели, вот сконцентрироваться и тупо работать, если опять же, если понятно, то есть пути есть разные, какой из них, вас выталкивает, да, и вы понимаете, что возврата назад не будет, возврата назад не будет, кому-то достаточно сконцентрироваться на цели, и человек амбициозный, или ему страшно, или он в гневе, и он делает, кто-то не может себя заставить, кто-то приучает себя к хорошей жизни понемножку, и когда его аппетиты уже хотя бы немного выросли, он начинает себя заставлять, говорить, все, я не хочу, как раньше, мне вот это понравилось, и я хочу еще лучше, я хочу не только в этой маленькой сфере, я хочу, чтобы у меня во всех сферах было лучше, я понимаю, что такое качество, да, я понимаю, что такое хороший сервис, я понимаю, что такое вот это, вот это, вот это, все, меня уже обратно не заставишь, и что мы начинаем делать? Мы начинаем заставлять себя, если мы сидим и желаем денег, желаем денег, но мы элементарно не умеем трудиться, назовите это как угодно, что там, если на слово труд протесты, не умеем сконцентрироваться на цели и отдаться ей, вот прям по полной, чтобы что-то делать, мы не умеем зажать свои поиски, там, какой-то дешевки, обходных путей, чтобы повысить свой уровень, да, то есть, если мы мечтаем о чем-то хорошем, а продолжаем очень много времени уделять каким-то скидкам, каким-то скупкам, каким-то помойкам и так далее, мы, во-первых, подключаемся не к тому эгрегору, понимаете, нужно подключаться к тому эгрегору, где деньги, все, скидки и скупки, это вообще не про эгрегор денег совершенно, то есть, получается, мы на бумажке одно пишем, но действия без, действия, если не подтверждено действиями, это ничто, это пустое, мужчину, да, я всегда говорю, мужчину нужно судить по делам, так себя тоже надо судить по делам, так и пространство нас судит по делам, понимаете, по делам нас судит пространство, значит, тебе не надо, малышка, ты маленькая, да, иди дальше, меняй памперс, все, а вот это преодоление себя, без него просто никуда не денешься, и, кстати, очень классно, я хотела прям поделиться сегодня, встречалась с замечательным человеком, и еще раз убедилась, насколько все-таки, вот эмоция страха, которая присуща нормальным людям, да, все, кто старше 25, а если старше 35, то тем более, значит, мы нормальные, да, если мы дожили, живы, в добром здравии, у нас, значит, мы нормальные, у нас есть эмоция страха, то есть она нас будет сопровождать, да, в нашей нормальности, при любой попытке перемены какой-то, все, но дело в том, что люди, которые постоянно привыкают себя выносить из привычного пространства, да, из привычной жизни что-то менять, они даже это не называют как страх, то есть вот настолько привыкли, я сегодня разговариваю с человеком, и она очень резко изменила сферу деятельности, да, но не то, что изменила, она сейчас, она сразу в двух сферах деятельности, карантин ее подтолкнул, она начала развиваться совершенно, там, кардинально в другом направлении, начала брать уроки, начала заниматься, там, куча людей, начала сама что-то изучать, ушла в это с головой, и она говорит, меня так трусило, у меня перемешались кишки с мозгами, но вот я реально, да, в это все ушла, ударилась, и сейчас уже выходит продукт, то есть получается, май, июнь, июль, август, сентябрь уже выходит продукт, я говорю, это просто фантастика какая-то, и это не какая-то соседняя деятельность, да, раз там что-то сляпал, люди из своей деятельности не могут, не могут сделать новый тренинг, не могут написать новый курс, не могут там какую-то новую программу создать, в своей деятельности, да, то есть ты там все знаешь, и ты не можешь сделать что-то новое, потому что ты боишься, потому что там у тебя саботаж, а тут человек берет вообще просто, в другую деятельность ударяется с головой, Потому что карантин ту закрыл Посвящает себя ей днями и ночами И сейчас уже выпускает свой продукт То есть очень короткий промежуток времени Между захотела и сделала Я говорю, ты крутая, ты молодец И если в начале разговора Я говорю, слушай, ну а было что-то? Мне всегда интересно Я всегда стараюсь немножко влезть в душу Даже если формат не предполагает Ну а было страшно? Были ли какие-то сомнения? Да нет, я всегда так Если я хочу, я делаю Я всегда так А потом уже, когда рапорт углубился Когда уже люди расслабились И человек говорит Да у меня кишки с мозгами перемешались Такой кипиш Меня трухало Просто вот я не знаю как Это как раз про то, что Страх есть у всех Но кто-то не обращает на него внимания То есть да, она понимает, что ей вообще некомфортно Никто ей никаких гарантий не дает Что ты сейчас бухаешь кучу бабла в свою учебу В своих помощников, в своих репетиторов И что-то у тебя получится Да, трясет и трухает и так далее Куча в голове каких-то мыслей Но все-таки фокус сужается на то, что я решила И я буду делать А потом уже, что называется Когда добежала И отдышалась И оглядываясь назад Уже в таком спокойном режиме Может проанализировать То, что происходило И говорить Да трухала так, что вообще Вообще просто Просто кошмар Куча мыслей Снаружи я кремень А внутри все трясло Все, все трясло С ног до головы Кишки с мозгами перемешались То есть вот так вот Да Брать и делать При том, что большая часть людей Она прекрасно знает, что ей надо делать Прекрасно знает, что ей надо делать Просто мы закрываем глаза на это И говорим Не вижу, не понимаю А что там на самом деле стоит Мы идем на поводу нашего страха Страх управляет вашей жизнью Страх управляет вашей жизнью Да И моей периодически У нас так Мы с ним толкаемся Мы с ним толкаемся Поэтому нужно окружать себя людьми Которые Мы все боимся Мы все боимся И когда человек приходит ко мне на консультацию Я его вижу Я говорю Все получится Давай Рви мечи Все получится Все будет шикарно Отлично Давай И я имею таких людей Которым я могу позвонить Написать И они мне говорят Рви мечи Че ты сидишь Да То есть нужно окружать себя людьми Которые Могут подтолкнуть И понятно Что человек Со своим страхом Он будет сам Бороться Но нам со стороны Да Вот смотришь на кого-то И иногда Очень просто Сказать Господи Ну у тебя все получится У тебя все получится Поэтому обязательно нужно Окружать себя теми Кто в нас верит Обязательно нужно окружать себя теми Кто действует А не стоит на месте Потому что Как ни крутись Мы переопыляемся Мы переопыляемся Мы среднее арифметическое Тех С кем мы общаемся Больше всего Если вы стоите на месте Ваш доход стоит на месте Пересмотрите ваше окружение Это не про то Чтобы срочно всех выбросить куда-то Это про то Чтобы начать его разбавлять Это окружение Разбавлять А если там Не дай бог Токсичное окружение Даже вопросов не стоит Почему у вас нет денег Просто это уже Даже не хочется обсуждать Тут уже все ясно Первый класс Вторая четверть Если в вашем окружении Есть токсичные люди Так вы им кучу бабла Своего сливаете И чем дольше Они рядом с вами находятся Тем больше Вашего бабла Это ваша Недополученная прибыль Это ваш Ресурсный мужчина Он туда слился Это ваш неоткрытый бизнес Это ваше здоровье Туда все слили Поняли? Поэтому Тут даже Это обсуждать нечего Токсичные люди Пустые разговоры Не могу себя заставить Это все даже Что тут Что О чем говорить Говоритесь не о чем Да? Поэтому Вот здесь можно добавить Этот пост прекрасный Где вы начали писать И я очень рада Кто-то даже Начал чаты создавать Да? Я видела Для Минска Создают чаты Все-таки Делайте так Что Вот вы создаете чат И напишите Какие-то правила Чата Напишите Какие-то правила Чата Для того Чтобы их придерживаться Что в чате Например Что-то будет Мотивирующее Позитивное Поддерживающее Вы будете делиться Какими-то техниками Вы будете делиться Опытом Вы будете делиться Там взглядом Там со стороны И так далее Может будете Какие-то кейсы Обсуждать Это вообще шикарно Когда люди Начинают обсуждать Какие-то кейсы Давайте обсудим Да? А как можно было бы Или а как можно А как бы вы поступили И накидывают Разные точки зрения Иначе чат Превращается Если нет Кем Превращается В какую-то Непонятно что Очень редко И в этом Остается В каком-то Ресурсном Контексте Потому что Обязательно Заведется Какой-то нытик Обязательно Заведется Какой-то провокатор Обязательно Заведется Какой-то токс Это просто Маст Да? Это маст Если много людей Токс Нытик Еще кто-то Поэтому Тот, кто Тянет на себя Внимание Поэтому Просто Должны быть Правила Что здесь Мы Для поддержки Мы здесь Для позитива Потому что Негатива и так полно Токсов и так полно Зачем заводить чат Чтобы перепачкаться В чем-то Да? Какие-то правила И придерживаться их Обсуждать Не надо Каждый день Там болтовню Разводить Раз в неделю Два раза в неделю Какие-то Кейсы Или темы Накидывать И обсуждать Работать мозгами Работать мозгами Вот это важно Тогда это будет Реально Какое-то Ресурсное пространство Куда ты заходишь С удовольствием Чтобы Ну Господи Уже В бытовухе Да? Мозги Что называется Все Сейчас я зайду Там что-то такое будет Интересненькое Да? Или давайте Какие-то упражнения Повторим Или еще что-то Вот это Действительно Классно И это нужно Все остальное Может только Даже мешать С удовольствием С удовольствием С удовольствием